Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» является одним из главных культурных событий Приморской столицы на протяжении вот уже 17 лет. В этом году в отборочную комиссию поступило около 600 кинолент из 107 стран. Из них отобрано было более 50 фильмов, которые представили на суд зрителей. Президентом фестиваля 2019 стал знаменитый отечественный актер и режиссер Константин Хабенский. Я часть фильмов видел уже, которые здесь представлены, они были на Кинотавре, они хорошие. Я очень надеюсь, что зрителям Владивостока тоже понравятся эти киноработы. Также Владивосток посетили звезды Голливуда. Майкл Мэтсон, снявшийся более чем в 170 фильмах и один из ведущих актеров Тарантино, во Владивостоке уже бывал. А вот Уильям Болдуэнд Приморской столицы впервые. Майкл Мэтсон назвал Владивосток дружелюбным и кинематографичным. Мне удалось посетить этот хороший фестиваль. Все дружелюбные. Мне нравятся фильмы, я наслаждаюсь их созданием. Иногда нужно показывать и поддерживать фестивальное кино. Все здесь дружелюбные. Это прекрасный фестиваль, профессионально организованный. Все суперкрутые, хотя очень долго добираться к вам. В рамках кинофестиваля у жителей Владивостока появилась возможность пообщаться с известными деятелями кино, послушать кинокритика Антона Долина и поучаствовать в мастер-классе режиссера анимационного кино из Китая Чэнь Си. Владивосток открыл для себя не только иностранные киноперсоны, но и отечественные. Я первый раз во Владивостоке. У меня все впечатления открашены именно вот этим первым посещением. Очень красиво здесь. Вообще какой-то другой край совершенно. Хотя я по кровям по своим, я где-то из этих краев, из приморских. Очень здорово, хороший фестиваль, радостно, хорошее настроение. Я думаю, будут прекрасные фильмы. В общем, все как должно быть на хорошем фестивале. Это мой 15-й уже приезд на фестиваль Владивосток. И мне нравится, что с каждым годом он не то, что хорошее, а он крепнет, но при всем при этом остается таким теплым и семейным, очень добрым по атмосфере. И это его отличает от всех фестивалей, которые происходят в нашей стране. Фестивальную программу и кинотуры посетили несколько тысяч приморцев. И самым интригующим событием, конечно же, была и остается церемония награждения лучших и закрытие фестиваля. Отгремел, отшумел 17-й кинофестиваль «Меридианы Тихого». В этом году «Меридианы» собрали фильмы из 53 стран. Позади творческие встречи, мастер-классы знаменитых актеров и режиссеров. На звездную дорожку вновь вышли именитые гости. В этот раз, чтобы попрощаться со зрителями и с Владивостоком. Главным гостем фестиваля стал, конечно же, Кристофер Лаймберт. В активе франко-американской звезды более 80 ролей. Но широкой аудитории он больше известен по своим ролям в фильме «Горец», «Смертельная схватка» и «Подземка». Его участие в фестивале обошлось организаторам в 5 миллионов рублей. Это очень важный кинофестиваль, ведь здесь представлен блок восточного кино. Российского и всех восточных стран, а также азиатского рынка. Что очень важно для кинематографа сегодня и всегда. Впечатление от Владивостока. Я люблю океан. Я счастлив быть здесь. Я знаю немного русских слов. Я попрактикую свой русский, но много россиян здесь говорят на английском. Это очень мило и тепло увидеть моих российских фанатов. Это было трогательно и приятно. Приз Юла Бриннера получилась за дебют в картине «Выше неба» Таисия Вилкова. Приз за лучшую режиссуру достался Александру Лунгину за фильм «Большая поэзия». Я всегда рад приехать в Владивосток и мне здесь нравится, поэтому я с удовольствием провел здесь время. Что касается публики, ну, мне показалось, что реагировали скорее благосклонно и я надеюсь, что кому-то понравилось. Как всегда, грандиозно, ярко. Я много раз бываю на этом фестивале. Настоящий праздник. Праздник искусства, праздник кино, праздник добра людей. Потрясающего города. Я даже его переименовал и говорил, что это Владивосторг. Я приехал практически в последний день и сыграл здесь спектакль «Спасти рядового Гамлета». Вот от приема зрителей, от всего, что происходило на сцене, у меня потрясающее впечатление. И грандиозно организован финал. Надеюсь, что все соответствовало вот этим двум дням. История о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе, поразил кинокритиков и зрителей. Приз за лучший короткометражный фильм получил режиссер Мириам Жубер за работу «Братство». Фестиваль во Владивостоке вновь дал возможность увидеть кино Азиатско-Тихоокеанского региона во всем многообразии, узнать о русских дебютантах и лично пожать руки выдающимся деятелям киноиндустрии. Катерина Матвеева, Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова